МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О вашей организации с таким поэтичным названием МИРАС. Наша организация существует с 2011 года. Несмотря на то, что мы молоды, у нас всего около 200 членов нашей организации. У нас в нашей организации не только туркмены, но и узбек, и русские, и другие национальности. И основная деятельность нашего центра МИРАС – это культурные мероприятия, которые помогают показывать и рассказать о обычаях и традициях Туркменистана. Это танцы, песни, выставки. На сегодняшний день для чего нужно создание подобных межнациональных организаций для нашего общества? Россия – многонациональная страна, поэтому очень важно создание таких национальных организаций, потому что общественные национальные организации встречаются всегда друг с другом, и какие проблемы между народом они решают, помогают, объясняют своим членам своей организации. Мы также с руководителем общественных организаций города Рязани проводим мероприятия, которые разъяснительные работы мы проводим, чтобы люди, которые приехали в наш город, чтобы знали, как вести себя, обычаи, традиции, чтобы соблюдали, не нарушали законы Российской Федерации. Многие мигранты, которые приезжают в Россию, они большинство не знают русского языка, обычаи и законы. Поэтому мы в первую очередь, когда человек приезжает в Россию, мы им объясняем, чтобы 7-дневный срок, чтобы встал на миграционный учет, оказываем правовую помощь, юридическую. У вас не предусмотрены в вашей организации какие-то занятия с только что прибывшими мигрантами, для того, чтобы они изучили какие-то азы нашего языка, нет? Нет, пока у нас мы, как я отметил, что мы молодая организация, поэтому у нас пока таких курсов нет по изучению русского языка. У нас в основном из Туркменистана приезжают не трудовые мигранты, а студенты. Они учатся в основном в нашем рязанском возрасте. Например, в Медицинском государственном университете наш, в Педагогическом университете имени Есенина. В Радиоакадемии у нас есть несколько студентов. В Агротехнологическом университете пара человек. А так, в основном у нас большинство студентов учатся в Рязанском государственном медицинском университете. Они, когда приезжают, ну, у нас в Туркмении есть некоторые школы, которые преподают именно на русском языке. Ну, большинство людей, которые приезжают, не знают русского языка, потому что у нас постсоветского распада в национальных школах обычно не преподают русский язык. В наше время, когда мы учились в школе, у нас каждый день преподавали, проходили мой русский язык, литературу, чтение. Поэтому и служили в рядах советской армии. Люди знали очень достаточно русский язык. Асапар, расскажите, пожалуйста, когда и как вот вы попали в Россию, в наш город, в Рязань? Меня прозвали в армии в 1986 году, в городе Рязань. Я служил в строительной части. Первый раз, когда я в Россию попал, была зима, очень холодно. У нас таких морозов как бы в Туркменистане не существует. Я служил два года в рядах вооруженных сил. После окончания службы учился в Москве, в Московском государственном авиационно-технологическом институте. После я приехал в город Рязань. Рязань мне стал родным городом. Я тут женился. Семья у меня тут. Работаем и участвуем в общественной жизни города Рязани. Скажите, а вы не скучаете по своей родине? Ну, почему? Каждый человек скучает по своей родине. Ну, мы общаемся. Сейчас техника очень развита. Не те времена советские, которые дозвониться не сможешь или письма не дают. А сейчас интернет работает, связывают, телефоны. Мы общаемся. А расскажите, пожалуйста, о каких-то таких вот исконных туркменских традициях, ну, с которыми вы знакомите, в том числе и жителей нашего города. По поводу наших традиций, я бы сказал, мы отмечаем все мусульманские праздники, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам. Национальный праздник, основным у нас сейчас стал праздник День независимства, Туркменистана, у нас есть День флага, День урожая, День дыни. Вот, у нас есть, перечисляют много очень праздников, День ковра туркменского, поэтому перечислять все праздники я, наверное, не смогу. Скажите, а вот совсем недавно был какой-то праздник, и вы как раз в вашей организации устраивали торжество. Это что за праздник был? Да, 27 октября мы отметили День независимости Туркменистана, 22-ю годовщину, в Доме общественных организаций. У нас почетными гостями были наша любимая поэтесса, родом из Туркменистана, Рыжкова Гришина Любовь Владимировна, и представители администрации города Рязани, и уважаемые представители общественных организаций, это Азербайджанской, Киргизской, Кумыкской, Узбекской, Таджикской, Осетинской, Еврейской, Татарской и другие организации. Мы отметили День независимости Туркменистана. У нас был праздничный концерт, в концерте участвовали у нас студенты медицинского университета, впервые участвовали студенты педагогического университета, радиоакадемии агротехнологического университета, хотя мы первый раз отмечаем в этом году этот праздник на Рязанской земле. Ну, у нас было много гостей, мы ознакомили гостей нашими традициями, обычаями, и у нас была выставка книг туркменских, были женские украшения, одежды, мужские одежды, в том числе шапки у нас красивые, тюбитеечки были туркменские. Конечно, народ очень доволен остался, в конце все нас благодарили. Такие мероприятия, я думаю, очень укрепляют межнациональные отношения и дружбы между народами, поэтому частенько нужно проводить такие мероприятия, я считаю. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о вашей организации, о ваших традициях. Я надеюсь, что все большее количество рязанцев будет с удовольствием знакомиться с ними, ну и знакомить вас с культурой рязанщины. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Желаю вам всего самого доброго, увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!